Привет с вас дорогие друзья, с вами я Свалхолд и как помните вы в прошлой серии у нас были здесь очень сильные войны с гарпиями на севере и с эльфами на юге. Из этих войн мы вышли конечно же победителями, но не без потери. А именно мы потеряли нашего Санцеликова Джадара, он отправился к Сруэлю, теперь будет с небес освещать нам дорогу в будущее. За кадром я немножечко посидел, занялся сверх расширениями, я его полностью убрал, чтобы это на видео вам не показывать. И сейчас у меня в планах это продолжить нашу восточную экспансию, точнее постараемся забрать как можно больше земель вот в этой части. Объявим мы сейчас войну Ава Вупхью, за него ступятся здесь Тушгала, Садитар и Прухакин. Но это небольшие для нас проблемы на самом деле, сейчас мы с ними и разберемся. Война будет очень быстрой и я вернусь к вам как только она закончится. Вот и все, война подошла к концу, мы повыбивали быстренько всех противников наших, точнее союзников этой державы, потребовав у них просто деньги и сейчас будем уже аннексировать большую часть территорий данной державы. Как вы понимаете, это будет только отправной точкой, мы планируем как можно больше кусок земли забрать у всех возможных стран. Сейчас быстренько национализируемся и продолжим наши военные походы. Мы начали потихоньку национализироваться и теперь давайте развяжем еще одну маленькую победоносную войну, только теперь держава и Пасерага. Союзников у них немного, но это будет несложная, быстрая опять-таки война, в ходе которой мы сможем занять жизненно необходимые нам плацдармы в этой местности. Если еще одна моя армия потерялась, а она здесь осталась, непонятно почему. Давайте начнем эту войну, за какую только землю вопрос, за какую землю, 18, хорошая, хорошая. Давайте тогда объявим за их столицу, вот она, ну и да, у нас будет три противника, они для нас как бы не соперники, мы их не боимся абсолютно и полностью. Вернусь к вам, как только война уже завершится. Все основные противники были разбиты, выведены из войны на условиях репарации и теперь мы сможем беспроблемно занять захваченные нами земли. Сейчас только дипломат вернется и все. Без проблем мы расширились в этой части, у нас появилось какое-то решение, у нас стоит золотой путь в дальнем Салахаде. Ну, довольно-таки дорого он стоит, сверх расширения у нас сейчас довольно-таки большое, к сожалению. Очков очень много у нас уходит, административных. Хоть у нас стоит фокус на них, равно очень тяжело это национализировать. Ну и, как я понимаю, у нас довольно большие проблемы сейчас с анализацией всех этих земель, поэтому давайте мы заберем нашу армию отсюда, пока происходит национализация, и, наверное, займемся уже северным направлением. Здесь в ходе восстаний повыделялись какие-то державы, которых мы можем забрать. Их почти никто не обороняет, они никому особо не нужны, поэтому без проблем мы, по идее, сможем их забрать. Вот карта коалиции. В принципе, я вижу юг вообще нетронутый, потом теоретически... О, опа. Может, ты без... О, без войны я отдаст мне его, давайте. Им без войны заберем землю. Идеально. Нам как раз-таки это последняя земля, которая была нужна. Здесь, правда, гнолы и непонятно какая религия. Они в котов верят или в кого это? Кому интересно, можете почитать, кому они поклоняются. Да, они и правда котам поклоняются, это удивительно. Может, конечно, продор наш экспансию на юг, на север я не хочу туда лезть с кентавром, вообще не хочу. Я бы здесь просто крепость бы поставил в горах где-нибудь, чтобы захватить, защититься от отражения кентавров, но не знаю. Пока денег на это как-то мне жалко, скажу вам честно. В любом случае, мы здесь вроде как неплохо себя чувствуем. Можно немножко уплотнить наших вассалов. Каким образом? Поприсоединять и потом поотдавать земли вот этому. Или не отдавать, по себе их оставить. В любом случае, мы давайте здесь поприсоединяем вассалов. Может быть, еще будут желающие? Нет. Желающих присоединиться к нам нет, к сожалению. Сейчас мы выполняем ветку разделить побережье. Здесь последняя провинция осталась. И западное королевство. Здесь осталось вот эти. Провинция. В принципе, мы как бы его сможем объединить. Выполнив это задание. Что с самой империи джат нам еще очень, конечно, далеко. Не хватает три ключевые провинции. Это вот это. Вот это. И третье, наверное, вот здесь где-то. Или где? Нет. Показывает, что здесь не хватает. А, вот одна вот эта, которая захватила. То есть три города еще здесь. И мы становимся империей джат. В этой серии сомневаюсь, что это случится. Скорее всего, мы это сможем сделать точно в следующей серии. Ну и, кстати, в комментариях напишите, пожалуйста, изменяются ли империи джат задания, или же мы будем с этим заданием мучиться. Из-за еще важного вещи, которое произошло, пока я здесь вел эту войну, у нас родился наследник Джадар, но он, к сожалению, был вара полуэльфийской культуры. То есть он полуэльф. Также напишите в комментариях, стоит ли все-таки полуэльфа оставлять, или может отказаться от него, понадеяться, что выпадет нам все-таки эльф. Потому что мы как бы эльфа. Стоит ли блюсти чистоту крови, вот в чем вопрос. В ходе золотая шахта. Правда, религия не наша, и мы ее оборотить очень сложно сможем, но сможем, да? Присоедините, я сейчас этот автономный вас ссал, да? Ага, а ты у нас обычный. Давайте, может, этого присоединим. Мы же его сможем присоединить в 45-м, 3 года, немного, немного. Можем это присоединить, а этого оставим как автономного, потом из него вот что-то будем делать. Давайте этого присоединим. Это даст нам, по идее, еще большее количество денег в этих землях. И на счет, кстати, золота. В принципе, у нас сколько золотых провинций? У нас их достаточно. Можно попрокачивать какими-то золотые провинции в будущем, чтобы получать больше денег. Здесь уже и наша культура, и наша религия. Эта провинция для прокачки была бы очень даже неплохая. Как раз таки через 8 лет появится институт. Наверное, эта провинция и будет у нас ее распространять в будущее. В планах у нас что еще сделать? Ну, здесь усилиться было бы хорошо, но пока что здесь проблема с коалицией потенциальная. Не хочется мне так сильно обостряться, чтобы появлялись какие-то коалиции. Поэтому пока что давайте мы как-то это опустим. Можно, конечно, расширяться на юг. У нас здесь нет претензий. Это будет проблематично делать. Наверное, в будущем там будет у империи Джада уже непосредственно претензии на южные наши рубежи. Но нам бы закрыть это направление полностью, чтобы концентрироваться потом в будущем на более вардах и интересных. В любом случае, а здесь 3000 появилось, давайте распустим их. В любом случае, давайте отправим две армии на это направление и постараемся все-таки, как этот процесс института, завершить некоторые вопросы касаемо этого направления. По захватам державы, которые повыделялись, можно еще напасть на Гарпи. Здесь у них одна провинция, у бедных осталась, да. Здесь мы встретимся с бесшумными клинками какими-то. Их бы тоже по-хорошему, конечно, покарать. О, мощь кавалерии. Возьмем еще мощь кавалерии. Теперь у нас наша конница абсолютно непобедима для врагов. Недостижима. И нам ничего сделать не смогут. У нас, в принципе, сам по себе есть баф на кавалерию. Это пустынный феникс. Кстати, мы не читали идеи. Вот золотой путь идея. Кому интересно, можете прочесть. То же самое наследники Джексис. Тоже можете поставить на паузу и прочитать. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вам было бы интересно, чтобы я и зачитывал данные. Данные, так сказать, события, истории. Или же вы все-таки лучше сами их прочитаете. Будете читать на паузе. Это очень важно. Потому что, если я буду читать, это будет тратиться на определенное время от серии. Или же я могу, допустим, прочитывать. И просто вкратце пересказывать вам. О чем здесь главная суть данной истории. Поэтому важно это довольно-таки. Если вам не сложно, то, пожалуйста, напишите в комментариях об этом. Ваше мнение. Также всех желающих приглашаю в группу в телеграм-канале. Там выходят анонсы новых видео. Будет проходить голосование по поводу выбора следующей страны. За которую мы начнем после этой. Хотя, я думаю, мы закончим этой страной довольно-таки не скоро. Но как только это произойдет, то голосование в телеграм-канале будет проведено. И по результатам уже определимся со страной. Возможно, это будет одна из стран нелюдей. Может быть, где-то мы сядем здесь. Декларант неплохо себя чувствует здесь. Я прям даже за него в какой-то степени рад. Наверное. В любом случае, пишите комментарии. Можно написать комментарий с советом. Это тоже всегда очень интересно читать. С вашим мнением, с советами. А мы вернемся, как только эта война уже закончится. Ну вот, война была закончена. У нас здесь стали сепаратисты. Но, к сожалению, для них ненадолго. Война была простой, быстрый. Мы ее закончили. Тех уничтожили. И теперь вернем эти земли в лоно-исинахи, так сказать, империи. Будем забирать все это с корня. Потому что у нас есть претензии. Которые помогут нам более быстро и дешево все это национализировать. Табак, это же наши земли. Зачем нам их кому-то отдавать? Непонятно. Кому. Маги у нас как-то не очень себя чувствуют. Земли не отберешь. Отминачки нам нужны в любом случае. Давайте национализировать новые приобретения. Можно развивать еще войну с Гелкайкисом. Но там вступится Авдалладум. Кстати, он владеет нашими землями. Тут две провинции. У него есть. Поэтому будем его выбивать обратно туда в гору. Пусть идет. И все. В принципе, две армии должно нам хватить. У них воинтех довольно-таки сильно отсталые от нашего. У нас национализация пока что идет. Поэтому давайте, наверное, и займемся данной войной. Да. Она будет очень быстрой. И не проблемной для нас. И вернуть, как только война подойдет к своему логическому завершению. Ну вот, война подошла к концу. С гномов мы потребовали денег, торговлияния и контрибуции. А, блин. Забыл забрать эти две провинции. Ладно, в следующий раз заберем. Ничего страшного. Вступил немножко. Ну, деньги, понимаете, это тоже очень важный фактор, который нам в любом случае пригодится. Поэтому, ну, ну и ладно. А то больше денег взяли. Также я забрал земли, раздал привилегии. Точнее, поднял наш админ уровень. Ну, лимит управления, точнее. И повключал некоторые территории во владение. Теперь мы, я так вижу, можем еще раз. Нет, не можем. Маловато влияние у дворян сейчас, к сожалению. Поэтому подождем. Потом заберем еще земли. Национализируем все, что осталось. Сейчас поддеремся чуть-чуть с гарпиями. Потом с мраморными головами можно еще подраться. У них 5000 армии. И как раз-таки гномы опять вступят в эту войну. Ничему их жизнь, как говорится, не учат. Но это уже совершенно другая история. Сейчас мы быстренько поквитаемся с гарпиями. Которые одна провинция 4000. Никто их не гарантирует, не помогает, а ничего. Заберем их в провинцию. Даже можно не отвлекаться на эту войну. Подтребуем отказаться от претензий, которые они имеют в нашей земле. Тогда может хотя бы сепаратизма там будет в них поменьше. Ну и давайте пусть подказываются от претензий вообще на все, которые у них есть земли в этом регионе. Чтобы претензий, ну точнее претензий, а повстанцев было на порядок меньше в будущем. А мы начнем, наверное, кампанию по войне с гоблинами и гномами. Выберем античудовищную войну. Ну и посмотрим, вступится ли гном опять. Гном опять вступился, ничему жизнь его не учит. Подведем еще вот этот полк 17000. Там в принципе уже все стабилизировалось, улеглось довольно тихо, спокойно. Ну относительно, да. Ну восстание там, я больше не вижу, они здесь теперь. Но здесь мы их раздавим. У нас, кстати, есть деньги, потом довольно-таки большое, большое его количество. Можно начать восстановление золотых путей, в принципе. И, наверное, мы этим и займемся. Так вопрос, какой восстановить? Наверное, в центральном бульваре восстановим золотой путь. И довольно-таки сильное торговое влияние, по идее. И вообще, что у нас по торговле? Если вот так вот смотреть. Здесь мы... Где вообще наши все торговцы? Сейчас даже не понимаю. У нас основное торговое влияние, так понимаю, это вот здесь. Вот здесь вообще 100%, да? Он транзитный чисто. Ну в принципе, кстати, торговая столица нам что дает? Можно перенести торговую столицу куда-нибудь вот сюда, допустим, в Хисар. И собирать все деньги, которые будут здесь оседать. Остальными торговцами, допустим, от Судова, там, от Судова. Вот это все перенаправлять в Сарейд. И как раз-таки здесь уже заниматься этими вопросами. Но это во время войны точно не стоит делать. Да, нам и не дадут, это понимаю. Поэтому после окончания военных действий, я думаю, мы к этому вопросу вернемся. И уже разберемся с торговлей более адекватно. Мы сейчас получаем всего 16 монет. Это довольно-таки малое количество, как вы понимаете. Мы можем больше, можем лучше. И давайте все-таки постараемся это сделать. У нас уходит гнола. Ничего страшного. Профессионализм повысился. Прекрасно. Здесь с гарпием почти разобрались. Потом мы эту всю ватагу отправим как раз-таки к гномам. Можем взять еще диптех. Возьмем. Карпий мы присоединяем. Все. Деньги, деньги. Все есть. Шикарно. Теперь мы награй выше на границе с бесшумными клинками. Это орки. Ими воня тоже будут, потому что у нас есть претензии, как минимум, на это ущелье. Мы его, как вы понимаете, заберем себе. Туранское наводнение. Это плохо. Надо этот вопрос будет в будущем решать каким-то образом. Здесь мы закончили осаду. И остались просто вопрос времени, когда мы все это оккупируем. И все. Да, здесь они что-то пытаются сделать, но как по мне, это все очень глупо и бессмысленно. А мы заберем здесь только вот эти земли. Сюда пока лезть не будем, я думаю. Потому что мысла большого в этом особо нет. Да и сверхроширение нам, скорее всего, не позволит отняться подобной наглости. Но в любом случае война, по сути, закончена. Осталось взять такую там крепость. Пройти опять столицу гномов. Опять их разбить. Заставить уже вернуть эти две провинции. Выплатить нам репарации в очередной раз. И эти деньги уже попадут на восстановление золотого нашего пути. Кстати, здесь один полк лишний. Давайте мы вернем все-таки. Чтобы более-менее по 18 тысяч у нас были здесь равные полки. Дальше пройти мы пока не можем. Поэтому остается только нам ждать. Здесь мы сразу натыкаем наши земли, которые мы заберем. Это вот так получается. Ну, нормально. Это Кузак Регион, Кузакские Горы и Ура Манкаде. Я так вам вернусь, как только мы закончим карать гномов. И мы покарали гномов еще один раз. Теперь мы заберем у них земли. Точно заберем, я выделил. Возьмем деньги, репарации, торговое влияние. Все как всегда в принципе. Главное национализация. А ну сейчас там мы закончим войну уже с мраморными. И заберем эти провинции. Затребуем также денег. Пусть подказывается, наверное, от претензий. Хотя давайте репарация. Репарация всегда вкусно, всегда хорошо. Это кажется от претензий, какие он там имеет на эльфов. Просто ради престижа мы это сделаем. И закончим эту войну тоже. Теперь это сам национализировать. Обратить их, интегрировать. Отобрать землю дворян сам Бог велел. Можно дать земли авантюристам. Да, давайте дадим земли авантюристам. Точнее, дворянцы или авантюристов дадим. Поднимем лимит управления еще чуть-чуть. Чтобы как-то больше прибыли получать. Ну и с этим направлением мы потихонечку начинаем заканчивать. Можно... А, здесь уже селистная война назревает. Но в принципе нам это нужно сделать. Здесь я вижу еще у нас племенная верность накопилась. Принерать верховую езду, призвать племенные. А верховая езда нам на 10 лет даст. Или призвать племена, 6 подразделений. Я бы призвал племена. Не охота тратить деньги на их наем. Лучше получить 6 полков конницы просто так бесплатно. На мой взгляд больше прибыли. Давайте сначала национализируем, потом обратим. А может по ивентам еще обращение будет. И давайте разбираться уже с... Да, для этого нам нужно... Но это мы не можем сделать. Можем сделать вот это и вот это. Там тысяча монет. А почему так дорого, кстати? Из-за инфляции, наверное, большой, да? Скорее всего, да. Давайте пока что выключим крепости. У нас их много, толку мало. И мы выполнили... Мы выполнили пустынный феникс. 25 лет. Мощь кавалерии. Ну, это прожимать пока что не будем. Пока что не будем. На случай, если нам понадобится срочно усилиться, мы его используем. Потому что мало ли, что там у нас будет в будущем. Непонятно. Вдруг попадется какой-то враг, которого мы не сможем осилить. А тут такой прекрасный баф, который нам поможет. Поэтому давайте пока так оставим, как все есть. И будем национализироваться. Как только это завершится, мы продолжим нашу экспансию. Наверное, уже будет война с Элизной, в ходе которой мы заберем уже довольно-таки большой пласть земель у них. Потом опять вернемся к южному нашему вопросу. Любимому или нелюбимому южному... Южно-восточному, так сказать, вопросу. Можно еще, конечно, восстановить какие-то великие проекты, типа «Висячие сады бульвара». Глобальность, стабильность, признанные культуры — это интересно. Каменный дворец, изменение коррупции — тоже интересно. А странности ранило на развитии всего лишь такое. Стал бесконечных дебатов. Терпимость к керетикам, язычникам у нас их особо нет. Ну и пока мы больше ничего сделать с этим не можем. Можно попробовать построить какие-нибудь здания на деньги, но здесь как-то не очень много монет дается за все это. О, вот здесь давайте построим. 0,5 монет хорошо, 0,25 тоже можно, в принципе. По торговле здесь непонятно. Давайте законы богов и людей, пусть понимает наш правитель. А мы вернемся к нашему вопросу, касаемо уже торговли. Мы отсюда его перенаправляем, я вижу. Где наши вообще торговцы? Давайте посмотрим. У нас, где вы вообще находитесь? У нас их двое, один здесь, один. Если что здесь делаешь. Получаешь прибыль, зачем? Это, конечно, сначала играет, стоит. Кука, на получение прибыли. Отсюда нам толкают, отсюда увозят зачем-то. Ладно, ладно. Вопросов много. А, это конечный узел, поэтому сюда это, а это не конечный. Это непонятно. Можно поставить получение прибыли здесь, потому что здесь мы прибыли так получаем. А здесь конечный узел, он никуда не уходит. Отсюда и так нам влияние передают. Давайте здесь туда просто получать прибыли. По идее, она сейчас торговля 10,59, да? Останет. В смысле? Получать прибыль. Пошел. У нас здесь, 59 была торговля, 9,7 торговля, да? И сейчас она у нас стала 39. Просто потому что я поставил его сюда. 39 монет. Дорогие друзья, вот это я понимаю, настоящий класс. 39 монет теперь у нас доход. И мы можем все наконец-таки поставить нормальных, уже каких-то более-менее осознанных, крутых советников, теоретически. Ну, или же потратить эти деньги на что-то более интересное. Допустим, на строительство домиков. Если в этом, конечно, имеется смысл. Наверное, давайте восстановим какие-нибудь проекты великие, которые будут давать нам уже такие хорошие бонусы. Ну и, наверное, я бы снизил все-таки еще инфляцию. Заодно проверим. Там 1950 монет было, да? Мы снизили инфляцию. Нет, это не зависит от инфляции, поэтому нужны просто деньги. Наверное, в центральном бульваре восстановим сначала. Мы его полностью контролируем, получим максимальное количество бафов. Ну, 200 тип очков нужен. Точнее, административных очков. Сейчас мы их подкопим. Здесь у нас национализация, почти я вижу, завершена. Уже наполовину. До третьего нам будет закончена полностью. И у нас надвигается бедствие. Это не подконтрольные купцы. А что случилось? Глянь, сословий 100. У нас 98. Игра немножко с ума сошла. Я вижу. Ну, бывает, что. Какие из 100? Здесь 98. Непонятно. Ладно. Это уже все на совесть игры оставим. Тойотом приколы, бафы, дебафы. Непонятные. Непонятные, конечно, вещи. Но в любом случае, национализация у нас... Да. Как раз таки к концу войны, я думаю, мы уже и национализируем. Давайте объявим тогда вот так войну. Что такое кротор? Кротор это у нас вот это маленькое. А, кротор. Тогда давайте вот так лучше. Да лучше может и Лизни объявить войну. Да не, давайте лучше разберемся с этим. А, они всего одна провинция. И тогда объявим войну и Лизни. Потом уже подтянем его. Ты же понимаешь, нам нужно в любом случае забирать все вот эти земли. Но у нас пока вроде как нет. О, восстановить золотой путь в бульвар. Это дальний. Давайте центральный. Центральный это у нас... А дальний это будет вот здесь, да? Давайте лучше вот здесь, в дальнем. И у нас здесь, по идее, идет восстановление путя. Эй. В любом случае это нам даст баф на передвижение, так понимаю, по этим дорогам. Вот. Как вам интересно, можете поставить паузу, прочитать. А мы пока продолжим. Давайте объявим войну и Лизни. Призовем кротор. Нет. У тебя призовем. Лизни объявим войну уже за какую-то довольно-таки дорогую провинцию, которая у них есть. Чтобы побольше можно было бы нам урвать. Но из тех претензий, которые у нас имеются, это... Только вот эта какая-то была. Вот она. Анна Забат. Значит, Анзабат. И все. Крепости у них, вижу, имеются какие-то определенные. Одна на юге. Одна вот здесь. И одна вот здесь. Мы будем брать крепости. А наши вассалы пусть уже непосредственно занимаются осадой и захватом уже всех этих провинций, оставшихся. Поэтому да. Так мы и сделаем. Из интересного, как у нас с тобой встать доверие. Доверие низкое. Давайте, наверное, выслуживаться перед ними. Чтобы в будущем еще сделать больше с ними доверий. Они имели меньшее желание на выделение из нашей страны. У нас с гоблинами пока нормально. Мы их принимаем за денежку. Здесь что? Попытка. Попытка оккупация. Давайте прогоним их, сходим. И еще больше стран начал споведовать жад, поэтому получили бонус. Подумно, что мы защитник нашей веры. И как только эта война по этому логическому концу, я к вам вернусь. И на этом война подошла к концу. Мы выбиваем сейчас кротор, требуем деньги и репарации. И заканчиваем войну самой Лизны. Презультатом войны мы заберемся на наши исконные земли. Потребуем, как кажется, от наших претензий. Вернее, от их претензий на наши земли. И теперь у нас держава станет более сильно укоренившаяся в наших исконных землях. Вы понимаете, у нас довольно-таки большое сейчас сверх расширение. У нас не хватает очков, чтобы это все национализировать. У нас очень много денег и появился наш соперник. Это как держава под названием... Господи помилуй. Хью Райен Уллээк. Это, так понимаю, степные кентавры. Они здесь объединились, стали сильными. И поэтому начал строить здесь в горах крепость. Вот эту. Здесь. Она, по идее, закроет вот эти два прохода. Хотя... Да подождите секундочку. Лучше вот здесь ее построить, на самом деле. Там и снесем. Она вот так закроет. Они не смогут пройти к нам. Где же горы? Горы. Все шикарно. Можем ли мы отобрать земли? Теоретически это возможно. Давайте дадим... Вернее, возьмем задание. Отберем земли. Ну и что мы можем здесь сделать? Построить рынок или склад. Это возможно. Это несложно. Давайте так и сделаем. И самый главный вопрос, который зреет в будущем. Мы почти закончили уже программу реформ. Вопрос. Что мы должны выбрать дальше? Мы должны стать монархией, республикой, геократией. Остаться племенем. Либо же реорганизовать государство. Что из этого, на ваш взгляд, лучше всего взять? Пожалуйста, пишите в комментариях ваши мысли. Потому что у нас стоит особая реформа под названием Пустынный Легион. Мне непонятно. Это особая форма правления только для племени. То есть, если мы реформируемся, допустим, в монархии, он пропадет? Или как? Потому что... Потому что... Пустынный Легион дает нам стоимость кавалерии и соотношение кавалерий. То есть, если мы его потеряем, то... Главная наша фишка касаемо кавалерии полностью пропадет. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете и как вы знаете эту ситуацию. Потому что я искренне не знаю, как правильно это все сделать. И на этой доброй ноте, я думаю, мы закончим данную серию. Опять-таки, напоминаю про группу в Телеграме. Все находится по ссылкам в описании. Заходите. А на этом у меня все. Спасибо, что вы смотрели. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Если так, поставьте лайк, если нет, поставьте дизлайк. Напишите, опять-таки, свое мнение в комментариях. И можете поделиться данным видео со своими друзьями, которые интересуются Европой Универсалис, а точнее модом Англинар. На этом все. Спасибо. Посмотрели. И до встречи в новых сериях.